Под удар попал Успенский собор города Одессы, причем, как пишут сами одесситы, собор московского патриархата. И буквально несколько лет назад его приезжал, точнее, я так понимаю, до войны еще его приезжал освещать московский, как они его называют, патриарх Кирилл, гражданин России Гундяев. Вот, то есть, ну, вообще, как бы, и не могла же ракета промахнуться. Понятно было, что координаты были введены этого собора. И что самое интересное, вот как они врут и изворачиваются. Сначала, сразу же, после того, как они узнали, что собор попали на территорию собора, собор частично разрушен, и начал их говорить, что это наша ракета ПВО. Но у нас нет ракет ПВО, которые могут наносить удары по наземным целям. А те ракеты ПВО, которые идут на перехват других воздушных целей, они все имеют самоликвидатор. Если она промахнулась, то она самоликвидируется в воздухе. И на землю падают только обломки. Если она попала в цель, то падает, цель взрывается вместе с ракетой, и падают тоже только обломки. Обломки это не взрыв фугасный. Причем, очень-очень интересно, либо, а потом, и они это пытались там доказывать с утра по телевизору, а потом начинается, вдруг резко меняется на 180 градусов, и оказывается, в этом соборе сидели иностранные наемники, которые должны были там идти дальше на фронт, и там был, оказывается, в этом соборе был центр подготовки специалистов надводных тронов. Вот такая вот. Вот такая вот. Либо, может быть, собор уже хотели передать в управление УПЦ, Украинской Православной Церкви, и опять любимый расистский принцип, не доставайся же ты никому, поэтому и ударили, и ударили по собору. Вот такая вот, вот такая вот обстановка в Одессе. Город очередной раз, очередной раз попал под ракетный удар. Как сказали на одном шоу, шоу у них, видите, про войну у них шоу на федеральных каналах, уничтожим, разбомбим Одессу и отстроим. Вот это их девиз. Это их девиз. Ну, лицо русского мира, я не устаю это повторять. Далее, за прошедшие сутки, за минувшие сутки авиация воздушных сил обороны Украины нанесла более 15 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения, техники и личного состава российских оккупантов. За прошедшие сутки российские захватчики нанесли авиационный удар, применив ударные дроны типа «Шахет». В результате успешной работы нашей ПВО все пять ударных БПЛА были уничтожены нашими войнами. Это прошлая ночь. Кроме того, враг нанес 4 ракетных удара, 58 авиационных ударов и произвел 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения. Разрушением получили жилые дома, религиозные сооружения и другая инфраструктура. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокая. Противник. И дальше сосредотачивает основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений на линии фронта. На Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник нанес авиационный удар в районе ветеринарного Харьковской области, совершил минометные артиллерийские обстрелы более чем 15 населенных пунктов во всех областях Черниговской, Сумской и Харьковской. Купинское и Лиманское направления или как у нас говорят оперативно-тактическая группа Лиман. Здесь у нас крайне тяжелое положение сложилось, крайнее. Сейчас объясню ситуацию, причем во всей зоне, как на Купинском, так и на Лиманском направлении. Противник действительно разворачивает полномасштабное или широкомасштабное наступление по всей линии фронта на обоих оперативных направлениях одновременно. Там накоплено довольно большое количество артиллерии. У них достаточно, как выясняется, достаточно боеприпасов. И они атакуют постоянно. Мы сдерживаем натиск, но вот прошедшие сутки принесли нам не совсем хорошие вести. Несмотря на то, что враг продолжает атаки из Масютовки, Куземовки и в Серебрянском лесничестве, особенно тяжелая ситуация сложилась на участке Райгородки и от населенного пункта Райгородки до Нового Водянова. Вот на этом участке самая тяжелая ситуация. Враг преуспевает западнее Кармазиновки. К сожалению, она перешла под контроль врага. Ими были заняты посадки на высоте уже за этим населенным пунктом. Также противник рвется в направлении Новой Егоровки. Вполне возможно, что бои уже идут за этот населенный пункт. Пока что мы не знаем, перешел он под контроль врага или нет. На этом участке противник имеет колоссальное преимущество в артиллерии и не жалеет боекомплекта ни на что. То есть там достаточно. Замысел, в принципе, если посмотреть на карту, замысел врага понятен. Мы вчера об этом говорили. Они хотят рассечь нашу группировку вдоль Оскольского водохранилища от Купенска до направления на Изюм вдоль реки Оскол и выйти на реку Оскол. Соответственно, сейчас реально с прорывом нашего фронта и захватом, допустим, если им удастся захватить Новую Егоровку, если мы не удержим принципы, перед ними открывается простор в направлении нижней салоны населенного пункта от Новой Егоровки, там 20 километров. И тогда они выходят на Оскольское водохранилище. И это будет для нас катастрофой. Это будет очень критично для наших войск. Вот такая вот ситуация сложилась на Купенском и Лиманском направлениях. Далее, на Бахмутском направлении. Тут наши защитники успешно отразили все атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. А также мы продолжаем бои севернее и западнее Клещиевки. Там сейчас мы стабилизировали положение. Идут тяжелые позиционные бои, но изменений линии фронта нет. Также мы ведем бои в районе Орехово-Василовки, Ягодного и Берховки. Пытаясь возобновить наступательные действия. Пока что нам это не очень удается. На Авдеевском-Марьевском направлении. Здесь наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Красногоровки и Марьинки. Но враг постоянно атакует, продолжая выискивать слабые места в нашей обороне. Они постоянно ударяют в разных местах, наносят атаки. Мы все атаки на сегодняшний день на этих двух направлениях отбиваем. На Бердянском направлении. Здесь противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новом Михайловки. И мы продолжаем бои за Старомайорска и в районе Приютного. Вот тут мы пытаемся атаковать, чтобы продавить оборону противника. На Запорожском направлении. Здесь продолжаются тяжелые бои к северу от Работина и в районе Жеребянки. Тоже мы пытаемся атаковать, для того, чтобы продвинуться вперед, освобождая нашу территорию. Пока что идут ожесточенные бои. Бои очень тяжелые. Ну, просто так ничего не бывает в жизни. Херсонское направление. Тут противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Проводит артиллерийские обстрелы от Никополя до Херсона, правый берег Днепра, на всю глубину досягаемости российской артиллерии. За прошедшие сутки на Херсонском направлении более 25 населенных пунктов подверглись огневому воздействию со стороны российских войск. Ну, скажу так, что как вывод по военной обстановке на линии фронта можно сделать следующее. Несмотря на методическую работу сил обороны на юге и у Бахмута, сейчас главное внимание приковано именно к району Кармазиновки, где враг имеет успехи и будет пытаться их развивать. Подобный сценарий создает много проблем в этом направлении. Я уже вам сказал, какие возможно рассечение нашей группировки. Тогда северная часть вокруг Купенска окажется прижатой к Оскольскому водохранилищу. Враг продолжает свою наступательную кампанию в Луганской области. Вот так вот можно сделать общий вывод за прошедшие сутки. По оккупированным территориям. Опять мы вспоминаем Запорожскую атомную станцию, опять оккупированный Энергодар. Здесь оккупанты усилили репрессии против работников атомной станции. Не все захотели подписать контракт, несмотря на то, что уже столько больше года она находится в оккупации. Под управлением Росатома и Рашистских военных. Но большая часть персонала не подписывает контракты и не принимает российское гражданство. Выгнать они их не могут, потому что заменить некем. Привезти из Рашистской Федерации они привезли какую-то часть специалистов, но на большее они не могут заменить. На каждой станции есть особенности. И надо персонал готовить. Просто так это не водитель машины или даже не машине используется, что обученного человека можно поменять. Нет, тут так не сделаешь. Так вот наши граждане, которые стойко верят в победу Украины, не хотят подписывать контракт с Российской администрацией и на них начинают оказывать давление, различное давление Рашистской администрации. Они не выходят на работу, саботируют выполнение решений оккупационной администрации и тому подобное. В свою очередь, таким работникам захватчики применяют меры психологического и физического воздействия. Сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ используют запугивания, угрозы, шантаж, а также избивают, применяют физическую силу и отбирают у них наличные средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны. То есть там фактически такой концлагерь устраивают Рашисты для того, чтобы заставить их работать. И недавно, благодаря нашему действию, вот такому мужественному действию сотрудников станции, они отказались переводить четвертый энергоблок станции в горячий режим. Ну вообще-то это, конечно, бред и дебилизм, хотя для русских это не дебилизм. Почему? Потому что разгонять реактор, не имея нагрузки, это чревато последствиями, его надо охлаждать. А охладительный пруд может потянуть 6 реакторов только в холодном режиме. Как они находятся сейчас, там 5 в холодном режиме, один выдает мощность, пятый энергоблок выдает мощность для внутреннего потребления. Ну и плюс есть внешняя запитка для обеспечения работы самой станции или живучести. Я бы так сказал, она не работает на внешне, а живучести самой станции просто. Далее, в подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловки Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ в Мариуполь. Что творят рашистские оккупанты? Они наняли гастарбайтеров, к сожалению, видите, это граждане в основном Узбекистана, на строительные работы якобы по восстановлению Мариуполя. Когда те приехали в Мариуполь, у них забрали документы и мобилизовали. Сказали, все, теперь вы мобилизованы рашистской армией и отправили их в Горловку. Я напомню, в Горловке там находится штаб корпуса, точнее не штаб корпуса, там самый крупный военный городок был. Организованный там в районе Горловки полигон, где учебный центр, где они проводили учения. И я так понимаю, там же и находится лагерь подготовки вот этих вот мобилизованных. Вот так вот. И они теперь добровольцы в рашистской армии, они добровольцы. И сейчас их заставят, отметелят и заставят подписать контракт с российской армией. Вот так вот набираются рекруты и так пополняется личный состав. Но самое интересное, что те, на место которых они сейчас зайдут в Горловке, рашисты, они поедут на фронт. Укомплектовывать части на передке. А потом, когда этих уже там более-менее поднатаскают, они тоже, эти узбеки, поедут на фронт. Вот так вот они оказываются на линии фронта. Далее, авиация Силы обороны Украины, как я уже говорил, за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях. Зенитно-ракетный комплекс и еще одну очень важную цель врага. Продолжение следует... Продолжение следует...